Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о той теме, которую я затронул в прошлом ролике. Конфликт между Сарасвати Лакшми и богиней Гангой. Давайте я не буду затягивать, сразу же начнем потихонечку разбирать. Богиня Сарасвати известна со времен ветв, в которых она представит божеством, связан с водами, очищением, поддержкой, изобилием, плодородием. В действительности в Ригведе посвящено очень большое количество гимнов, воспевающих величие данной богини. Сарасвати является супругой Брахмы. Известно, что Брахма это творец вселенной, то есть с его помощью было создано все, что существует в материальном мире. За исключением определенных мистических, трансцендентных явлений, таких как явление бога Шивы, явление Джамбавана, который совершенно без контроля с позиции Брахмы выскочил. Не помню, по-моему, даже из уха или еще откуда-то. Точно так же и Шива проявился. Отчего Брахма был немножко даже в панике. Он всячески не мог успокоить маленького бога Шиву. Давая ему имена, он таким образом хотел привлечь его внимание и успокоить. В результате дал 18 имен, духовных имен. Ну что, поехали. Наиболее известный аспект богини – ее связь, вернее, тождество со священной одноименной рекой Сарасвати. Существуют разные легенды о реке Сарасвати. Скрытой, частично или полностью. Данное относительно ее положение в древности и современности также варьируется. Предполагается, что в ведические времена река Сарасвати была одной из главных, но затем пересохла и ушла из видимого мира. Это вот тот самый элемент, о котором я говорил, что существует легенда, что в нынешнем своем состоянии Сарасвати проявляется в прояге, в месте, где объединяются три священные реки – Ганга, Емуна, это Аллахабад. Там проводятся празднества, связанные с почитанием этих трех священных рек. Вот, совершаются омовения, и там же из-под земли проявляется Сарасвати. Но она проявляется там на духовном плане. То есть, скорее всего, подземной реки как таково не существует. Она существует там только на духовном, и она впоследствии, сливая свои энергии вместе с двумя основными реками Индии, она продолжает свой путь. Вот такая вот легенда есть. Но Сарасвати в действительности реки как таковой, ну, согласно легендам, как реки не существует на поверхности. Согласно некоторым легендам, Арии некогда вели сражение с неарийскими племенами на берегу этой священной реки. И по приказу Господа Нараяны она скрылась под землей и появилась снова в районе нынешнего Раджастана. Вот это вот то, о чем я говорю, Аллахаббат. Лишенные воды дикие племена были покорены ариями. Арии – это древние предки. Арии вообще переводятся как праведники или же святые. Вот. Это эпитет, по сути, традиции индуизма. Считается, что на, ну, согласно преданиям, священным писаниям, далее за, на запад от Индии живут племена мличхов. Да, и туда была такая история, не помню, с кем она связана. Вот. Однажды царь какой-то индийский повел войско в наступление, ну, видимо, наказать кого-то хотел, но услышал голос с неба, сказал, что ни в коем случае туда не ходи дальше, не переходи какую-то там священную реку, потому что дальше живут племена мличхов. Вот. У них будет своя духовная традиция, свои пророки проявятся, ну, учение традиции индуизма не надо туда привносить, потому что, ну, как бы, само утверждение, оно характеризует состояние данных племен. Мличхи – это представители пятой касты, вот, несуществующие касты, касты, которые, по сути, именуются как отверженные. Вот. То есть, люди, которые не придерживаются каких-то правил, не придерживаются норм морали, вот, всегда враждуют, всегда воюют и так далее. Но, опять-таки, это все в писаниях так описано. Дальше. Подобно некоторым греческим богиням, например, паре Афродите земной, Афродите небесной, богини в индуизме, также наделены высшей и обычной природой, которая проявляется и взаимодействует в истории мира. Это действительно так и есть. На духовном плане богини обладают одними качествами, здесь они проявляются совершенно по-разному. Это я тоже могу подтвердить, потому что, наблюдая за структурой духовных тел некоторых людей, могу сказать, что их проявления бывают весьма нестандартными, или непредсказуемыми, или неоднозначными. Как-то так вот. Дальше. Так, например, Брахма-Вайварта-Пурани повествует о том, что некогда три богини, внимательно, вот здесь вот открывается причина конфликта между этими тремя священными реками, что некогда три богини, Лакшми, Сарасвати и Ганга, были женами Господа Шри Нарайаны. Сарасвати и Ганга поссорились между собой, и однажды Сарасвати прокляла Гангу, в результате чего она должна была сойти на землю в качестве земной реки. Лакшми, которая сохраняла спокойствие во время Суры, также была проклята богиней Сарасвати на то, чтобы родиться на земле в качестве реки Падмавати из священного дерева Туласи. С Туласи, конечно, отдельная история, потому что Туласи там будет цитата из священного писания Туласи прокляла и Радхарани. То есть, сама по себе священное дерево Туласи это энергия или же частичка богини Лакшми. Это по сути сама богиня Лакшми. В свою очередь Иганга прокляла Сарасвати Мы сейчас этот момент разберем там в Писании и рассказывается с чего все началось. Здесь просто описание. В свою очередь Иганга прокляла Сарасвати родиться земной рекой. Господь Нараяна или же Вишну Нараяна был недоволен таким положением дел и положил основание традиции иметь только одну супругу. Сам он выбрал наиболее умиротворенную Лакшми. Но там в Писаниях на самом деле разговор шел таким образом, что Нараяна он как бы это сказать обратил внимание на особое на особое спокойствие богини Лакшми. Когда Сарасвати будучи взъерошенными волосами она там проклинала богиню Лакшми Лакшми не обиделась на нее вообще даже не подала виду она просто стояла с умиротворенным таким спокойным состоянием а вот Ганга вступилась за Лакшми и получается что вступившись сначала Сарасвати прокляла Лакшми Лакшми а Ганга вступилась за Лакшми получила себе проклятие соответственно Ганга впоследствии прокляла Сарасвати но по-моему Лакшми не проклинала никого и этот поступок он наиболее впечатлил именно Шри Нараяну и он таким образом положил правило иметь только одну супругу хотя сами видите что впоследствии все равно Нараяна всегда приходит в окружении огромного количества жен супруг вот там тоже есть объяснение там есть определенный нюанс который подчеркнут в священном писании давайте дальше по прошествии эпох когда действие проклятия закончилось и три богини вернулись в небесные миры традиция описывает богиню Сарасвати как супругу господа Брахмы странно да друзья мои Сарасвати была супругой Шри Нараяны а теперь она супруга господа Брахмы казалось бы вот иногда когда иногда как его дочь тоже существуют легенды но Брахма это вот если рассматривать священное писание причем я хочу сказать что я ни в коем случае никого не пытаюсь обидеть и в моих словах нет какого-то ложного подтекста двойного подтекста но у Брахмы на самом деле очень большое количество ошибок да та же самая история когда Брахма вожилал собственную дочь вот и он едва не вступил с ней в интимные отношения хотя дочь была очень юная да то есть ей было буквально там не помню то ли 11 то ли 12 то ли 13 лет вообще она совсем ребенком была то есть Бог вы понимаете Бог вот он дошло до вот но дочь его дочь она была необыкновенной духовным существом и она видела мысли мысли своего отца Брахма и она его остановила она его пристыдила пристыдила и она выстроила свою речь таким образом что Брахме стало очень-очень горестна от ее слов она его просто поставила на место сказала ну как бы отец ты че да то есть она видела каждую его мысль очень необычная духовная личность дальше в то же время в качестве супруги она была сотворена сотворена Брахма изойдя из его уст иногда ассоциируясь с богиней речи Вак или Вач она предстоит матерью всех языков мать всех языков это еще связь с богиней Гайетри то есть Гайетри считается Гайетри мантра считается матерью всех мантр или же матерью всех всей речи также и здесь проводится параллель но опять-таки здесь нужно учитывать нюансы одно дело когда сраслати супруга Брахма а другое дело как Гайетри которая вроде как связана а в то же самое время как бы не очень связана дальше создательницы санскрита покровительницы всех священных писаний искусств и наук считается что она открыла напиток сома или амриты то есть нектар бессмертия она символизирует абсолютную женственность и знание вот относительно знания подобное утверждение действительно есть относительно женственности здесь немножко переврано потому что за женственность на самом деле отвечает Лакшми именно у Лакшми есть формы богини Лакшми некоторые ее формы где она несет ответственность за рождение детей за брак за питание за еду вот за подношение на алтарях то есть за светильники за свет ну и так далее вот у Сарасвати подобных символов нет да то есть ну соответственно это воплощенное знание то есть тут как бы да не поспоришь ну и сама по себе Лакшми она в ней всегда доминирует белый свет вот это указывает на то что белый свет это символ чистого ума чистого но не пробужденного то есть символ чистоты ума он проявлен как чистый чистый белый свет в современной Индии Сарасвати символ особой чистоты для подношения ей используют только фрукты овощи злаки и сладости подношение животных как в некоторых разных богинь не практикуются но под некоторыми грозными богинями упоминаются формы богини Кали в частности я описывал вот в Калькутте форму богини Кали с вытянутым золотым языком вот при этом храме есть несколько таких мест куда заходят только местные и там это считается незаконным но традиции есть и индусы и правительство ну как бы закрывает глаза потому что этим традициям на самом деле очень большое количество лет и там в качестве подношения богини Кали подносят животных и даже сейчас это есть то есть козы там регулярно используются как подношение но всегда в таких частях храмов обычно кухня она разделена да то есть есть вегетарианская а есть общая там где присутствует элементы подношения продуктов из животных дальше в некоторых областях Индии она считается дочерью солнца Сурьяканье на западе Индии люди могут почитать ее как супругу супругу бога Картикеи впервые такое слышу но возможно почему нет в истории знаменитого драматурга Калидас именно благодаря милости Сарасвати безвестный глупец становится искусственным и мудрым поэтом особый размах праздничное поклонение Сарасвати на праздник Васанд Панчами имеет место в Бенгалии штат вот теперь зачитаю саму историю вот почему же произошел конфликт между данными богинями как собственно что там произошло что они не поделили Лакшми Сарасвати и Ганга это три супруги Хари ровно равна им любимые пребывают они постоянно в его присутствии однажды Ганга на лицо Шрина Райана стала бросать взоры с улыбкой кокетливой и исполненной страсти то есть Ганга ситуация такая что в присутствии трех богинь Ганга просто начала строить глазки и всячески пытаться привлечь внимание Шрина Райана взглянув на ее лицо Господь улыбнулся в ответ терпеливо снося видя это Лакшми но не срасвати с улыбкой она стала успокаивать с улыбкой она стала успокаивать ее Падма имеющая природу саттвы то есть говорится о том что богиня Лакшми начала успокаивать сарасвати говорит ну что таки пятишься да ну там строит глазки как бы все равно по сути все жены да раз уж так вот надо как-то мириться с этим вот но наполненная гневом вами это одно из имен сарасвати не унималось смотрите друзья мои здесь на самом деле еще есть особый глубинный смысл дело в том что ганга лакшми и сарасвати это по сути формы энергии которые проявлены в центральном боковом правом канале в теле человека и в левом правый канал называется пингала он связан с брахмой допустим я на себе показываю правый канал он связан с брахмой соответственно можно сделать подобное сравнение с сарасвати левый соответственно связан с шивой и гангой вот а центральный связан с энергии саттвой с лакшми и что же происходит дальше внимательно запомните то что я упомянул к супруге обратила на речь к супруге обратила на речь с покрасневшими лицом и глазами присущая трясущаяся от сильной страсти и постоянно дрожащими губами сарасвати сказала хороший супруг одинаково расположен ко всем своим женам в высшей степени справедливый наилучший но злодей делает обратное известно что гангу любишь ты великой любовью одержатель палицы и чувство такой же такой же силы ты питаешь Камале но не ко мне у господин то есть у сарасвати по всей видимости взыграло какое-то тонкое эго и она обидевшись то есть наблюдала за тем как Шри Нарайана очень исполнен любви к ганге к Камале и Лакшме да соответственно по какой-то причине сарасвати сочла что он ей меньше внимания уделяет поэтому между Падмой и Гангой взаимная привязанность поэтому а и здесь говорится что между Лакшми и богиней Гангой была взаимная духовная привязанность они были очень близкими подружками в то же самое время как я понимаю исходя из этого текста с сарасвати у них не было такой привязанности может быть ну там на самом деле ответ в конце есть и привратно истерпела Падма возлюбленная Хари видите здесь говорится что она не подала виду на оскорбление и даже проклятие то есть богиня Лакшми она промолчала вот вот зачем не жить несчастной теперь бесплодна жизнь той женщины которая обманута мужем и людьми все мудрые говорят что ты наделен с отличной природой но глупцы они они не знатоки вед ведь не ведают они сердце твоего то есть Сарасвати из-за того что Нарайан флиртовал с гангой вот начала уже даже на самого Шри Нарайану говорить что типа те кто тебя почитают высшим богом вот не знают священных писаний что они глупцы и вообще все твои преданные это вот да вот выслушав слова Сарасвати глядя на ее обуянную негодованием поразмыслив Шри Нарайана вышел прочь из покоев обратите внимание Нарайана тоже не обратил на это внимание ну то есть он подумал ну как бы женщины да вот мне вот этот элемент впечатлил и я думаю что для для всех нас по крайней мере для мужчин да и для женщин тоже будет очень большим уроком потому что поступок Лакшми и поступок Нарайаны они настолько удивительны да то есть тут проклятие тебе сыплется прямо на голову из-за какой-то ерунды на самом деле а если проклинает богиня то ну это страшно вот и Лакшми промолчала а Нарайана вообще вышел да то есть когда ссорен мораль такова что если ссорятся женщины лучше не ввязываться лучше вообще уйти куда-нибудь спрятаться и не подавать виду что ты вообще существуешь в этом мире до тех пор пока они не успокоятся так будет лучше ну вы сами понимаете если этот попытаешься что-то там как-то улагодить то еще тебе достанется короче женщины сами разберутся их лучше не трогать так вышел прочь из покоев после того как Нарайана удалился Ганге Ганге обратила в гневе безбоязненно слова неприятные для слуха богиня управляемая речью то есть расхвате эй бесстыдная эй похотливая чего кичишься ты любовью своего мужа желаешь ты показать как велико расположение мужа к тебе я разрушу разрушу гордыню твою сейчас же в присутствии Хари и что твой муж сможет мне сделать о любимице мужа молвив так она хотела схватить Гангу за волосы но Падма помешала им встав между ними то есть богиня Лакшми она вступилась за Гангу не позволив совершить какое-то гнусное деяние прокляла тогда Вани Сарасвати богиню Падму богиню Лакшми целомудренная великой мощью наделенная сказала такую речь да обратишься в дерево и в реку без сомнения от того что увидев привратное ничего ты не можешь сказать и стоишь посередине покоев будто дерево или река то есть Сарасвати потеряв контроль над своей речью потеряв контроль над своим эго она видя что Падма не реагирует никоим образом богиня Лакшми не реагирует никоим образом на хамство богини Сарасвати вот она еще и прокляла и за это Лакшми да то есть ну ладно бы там вступилась или начала вступилась перепалку но она же ничего не делает то есть но по сути Лакшми невинна ну то есть она ничего не сказала и Лакшми в этом инциденте нету не было потому что на самом деле глазки-то строила ганга Лакшми просто вступилась за то чтобы не было ссор какой-то там с рукоприкладством ну для примера я говорю выслушав проклятие та богиня не наложила выслушав проклятие та богиня Лакшми не наложила проклятие в ответ и не разгневалась лишь опечаленная стояла на державании за руки то есть держа Сарасвати за руки видя ее вскочившую с губами дрожащими от возмущения и покрасневшими глазами молвила ганга богиня Падми Падми Шри Ганга сказала оставь эту злобную о Падма что сможет она мне сделать злонравная болтуния погибшая прежде времени в образе пустословия постоянного постоянно существующая ну то есть здесь указание на то что да богиня Сарасвати является богиней речи но на самом деле в людях данная богиня проявляется просто как пустословие и на самом деле в этом есть смысл потому что мы практически всегда просто пустословим да то есть мы речь по назначению очень редко используем то есть очень редко читаем мантры очень редко используем свою речь для благословений но очень часто для проклятий для злобствования для использования каких-то матершинных слов это вообще на каждом углу у нас да то есть у нас речь вот вот такая вот и она как бы Шри Ганга она сказала Лакшми что что может сделать вот эта вот богиня которая в пустословии в злословии призебает дальше она богиня управляющая речью и поэтому всегда ей раздоры по нраву насколько ей насколько ей позволяют силы и способности ну и действительно вот если посмотреть на наш человеческий мир да то есть мы речь у нас как раз вообще не по назначению да вот вот даже окинув взглядом наше общение наше наше общество в котором мы живем речь это самое самое помойное место которое вообще существует из всех возможных дальше пусть ссорится со мной безобразная свою силу и мою силу испытывать она желает обратите внимание здесь она упомянула назвала ее безобразной то есть богиня Сарасвати не обладает красотой она некрасивая то есть некрасивая лицом и здесь тоже особый мистический смысл дальше мы его подчеркнем еще раз так пусть все узнают могущество и доблесть нас обоих произнося такие слова та богиня наложила проклятие на Сарасвати сама рекой пусть станет та которая тебя прокляла пусть отправляется она вниз в мир смертных где грешники обитают векали она будет смывать с них грехи без сомнения выслушав эти слова ее прокляла послала встречное проклятие богиня Сарасвати ступай то есть налицо просто конфликт двух обиженных дам причем Нарайана увидя что пахнет жареным просто ушел потому что понял что ну капец лучше вообще не трогать они вот они сами успокоятся и на самом деле вот есть в этом смысл потому что мы же сами сталкиваясь с подобными ситуациями когда женщины между собой конфликтуют вот неоднократно видели что пытаешься кому-то помочь кого-то остановить потом еще становишься виноватым и вот здесь мудрость Нарайана меня вообще просто покорила дальше сарасвати говорит вступай сама на землю где примешь ты грехи нечестивцев то есть сарасвати посылает такое же встречное проклятие вот в это время дальше пишет написано в это время явился сам Шри Нарайана то есть Нарайана вышел когда они уже перестали как-то сказать перешли в формат диалога боевые действия закончились пошла дипломатия и вот он вышел в этот момент обладающий четырьмя четырехрукими слугами сопровождаемый взяв сарасвати за руку он усадил ее к себе на грудь ну то есть обнял и прижал ее к груди и поведал всезнающий все что произошло прежде выслушав тайну их ссоры и взаимных проклятий расстроились они и молвил им Господь слова примиряющие Шри Богован сказал то есть смотрите здесь Шри Нарайана объяснил почему так произошло на самом деле там причины были в прошлом скорее всего даже если вот мне иногда спрашивают в Айраге вы рассказываете о том что существует на земле мужчины и женщины у которых есть как бы качество божеств но если они такие великие крутые божества то что они делают на земле обратите внимание что даже у богинь которые находились по сути в святых таких сферах причем высшие богини у них тоже есть кармы и Нарайана он объяснил что на самом деле причиной данного конфликта есть причинно-следственная связь которая по сути не отработана вот это тот самый элемент о котором я частенько в роликах упоминаю что на землю приходят души дабы усовершенствовать свою реализацию даже если ты там даже если ты божество или какая-то там богиня то все равно придешь на землю потому что тебе нужно будет выкорчевывать еще дополнительно какие-то кармы которые все равно остаются вот и Лакшми в том числе хотя она считается высшей богиней богиней все равно видите приходит ей достается достается в том числе Нарайана объяснил всем троим что как бы у вас причины есть так и когда он им рассказал они все расстроились они по сути вот эта фраза расстроились они указывает на то что они пожалели об этой ссоре они поняли причину они осознали что на самом деле никто из них прав не был вот но ну как никто из них понятно что вот если так вот разобрать то Сарасвати выглядит ну мягко говоря как некая истеричка вот причем вот Ганга Лакшми она более сатвичная Ганга она более такая страстная именно поэтому она всячески заигрывала вот ну а Сарасвати она больше болтушка именно поэтому она тут всех начинает проклинать и так далее ну речь вот очевидно дальше и дальше уже Шринарайна он объясняет да то есть он разворачивает проклятие в нужную сторону чтобы эти проклятия отработались на земле и богини вернулись на небеса о Лакшми ты своей частью отправишься в дом Дхарма Матхваджа о прекрасная нерожденная из лотоса на земле ты будешь дочерью его и там же по воле злого рука ты обратишься в дерево женой Асура Шакхачуды являющегося моей являющейся моей частью будучи ты моей подругой станешь без сомнения это легенда о том как богиня Лакшми придя на землю стала супругой демона вот и этот демон он был настолько я рассказывал эту историю что этот демон был непобедим только лишь преданности супруги супруга была настолько верна и предана мужу что он никто из богов не мог с ним справиться и тот этот демон захватил все миры пропоргонял и Брахму и Шиву вот и боги прибежали к Нарайне и говорят Господь вот там демон и Нарайна посмотрел на землю он понял в чем причина и сила этого демона и он пришел и в своем следующем воплощении он пришел как Кришна и однажды когда демона не было дома он в виде в облике этого демона Шакха Чуды вот он явился в дом к богине Лакшми предстал и вступил с ней в интимные отношения таким образом он забрал ее силу преданности ну то есть получается так что она нарушила обет верности и таким образом она потеряла силу и демона сразу же убили вот то есть он забрал всю ее силу всю ее шакти дальше в истории говорится что она в горестных чувствах прокляла Нарайну и сказала что отныне тебя будут почитать в камне и таким образом появились божества известные как Шалграмашилы вот а Нарайна сказал что из-за того что ты меня прокляла из-за того что ты в эмоциях вот так поступила тебя будут почитать в облике священного дерева и так появилось священное дерево известно как тулоси вот но к тулоси на самом деле очень хорошо относятся это один из видов базилика вот в виде дерева у нас это растет в виде там по-моему довольно большой разновидность базиликов есть вот базиликовых вот это один из них дальше очищаю очищающее три мира и зовущиеся тулоси в землях Пхараты поскорее же своей частью обратись в реку о прекрасноликое поскорее же своей частью обратись в реку о прекрасноликое на земле Пхараты по проклятию Пхарати станешь ты рекой Падмавати эта река она течет в районе Бангладеша вот то что я сказал что она там маленькая совсем Уганга а ты также отправишься впоследствии своей участью все очищающее на землю Пхараты по проклятию Пхарати дабы сжечь грехи нечестивцев подвижничеством Пхагиратхи ты будешь низведена о хорошо сложенное то есть он подчеркивает что она обладает очень красивым телом сложенное имеется ввиду тело у нее очень красивое и под именем Пхагиратхи ты будешь почитаться на земле по моей воле ты станешь супругой океана то есть богиня Ганга но она в действительности впадает в океан дальше и супругой царя Шантаны являющейся частью моей частью о владычица богов так это касательно и супругой царя Шантаны являющегося моей частью о владычица богов а следующая уже идет по проклятию богини Ганги это уже скорее всего проклятие идет в сторону Сарасвати говорится по проклятию Ганги ты частью снизойдешь на землю Пхараты о Пхагарати и вкусишь плод ссоры с женами соперницами о непоколебимая сама же в обители Брахмы ты станешь его супругой ну то есть богиня Сарасвати стала супругой Брахмы по проклятию богини Ганги которая вот которая вступилась за богиню Лакшми дальше Ганга же отправишься в обитель Шивы о Падма а ты Падма останься здесь ибо она имеющая сатвичную природу умиротворена чужда гневу преданно мне целомудренная великая участью добронравная и следующая закону обратите внимание какие качества описываются одно я думаю что для каждой женщины очень важны эти качества то есть по большому счету Шри Нарайана оставил богиню Лакшми на небесах в силу того что Лакшми обладала большими и более серьезными качествами которые соответствуют небесам а именно еще раз умиротворена чужда гневу преданно мне целомудренная великая участью добронравная и следующая закон да то есть она не обратила внимания даже на проклятие женщины которые являются воплощенными частями все праведные верные мужьям умиротворенные добронравные повсюду почитаемые иметь трех жен с тремя разными характерами трех слух и трех друзей определенно противоречит ведом и к добру это не приводит домохозяй в чьих домах в чьих домах женщина подобна мужчине а мужчина находится под властью женщины бесплодная тех жизнь и несчастье ждет их на каждом шагу здесь здесь подчеркивается друзья мои что во первых идет перечисление упоминаний качеств которым должна обладать женщина и самое главное говорится что иметь трех жен с тремя разными характерами трех слух и трех друзей вот определенно противоречит ведом почему о чем здесь идет речь как бы личности с которыми мы находимся в как это сказать во взаимоотношениях они должны соответствовать друг другу по уровню по характеру и по качествам если эти личности здесь не только о допустим традиции индуизма женах идет речь да но опять-таки здесь не о женах речь ну и о них тоже но не только о них трех слуг и трех друзей которые у которых разные характеры и которые находятся в состоянии вражды между друг другом вот этот элемент ни в коем случае нельзя чтобы был у нас дома да то есть трое друзей трое слуг но слуг у нас нету а вот друзья есть у всех да то есть друзья которые противоречивы которые враждуют между между собой ни в коем случае таких друзей нельзя заводить ну и естественно женщины если мы хотим чтобы у нас была супруга нужно чтобы были именно вот такие качества умиротворена чужда к дневу преданно целомудренное великое участие добронравное следующую закону женщины которые являются воплощенными частями все праведные верные мужьям здесь говорится о том что богиня Лакшми вот как сказал Шри Нарай она на небесах она ну как бы нисходит вот и вот те проявленные формы которые на земле есть река Падма дерево Туласи вот какие-то формы божеств это ее проявленные энергии да то есть но это они это как бы они не являются ее полными формами и так же говорится что женщины которые являются ее воплощенными частями то есть ее аватарами аватарами богини Лакшми это тоже одно из свойств я его так же описывал что йоги на очень высоком уровне развития могут послать своих аватаров рождаться сразу там в десяти в пятидесяти в ста мирах в тысячи мирах и так далее вот Лакшми это демонстрирует вот и всегда формы богини Лакшми обладают такими качествами так дальше вот интересная фраза мелькнула сейчас мы до нее добираемся жизнь домохозяев в чьих домах женщина подобна мужчине то есть очень часто в ныне в нынешнее наше время очень часто женщина по характеру она больше походит походит на мужчину она управляет она хамски себя ведет она устраивается на работу старается многие женщины даже в политику лезут многие женщины пытаются добиться успеха в бизнесе хотя это не их назначение да то есть это не предназначено им по карме вот то есть это это обязанности которые должны выполнять мужчины это их работа да есть женщины которые даже стремятся на воинскую службу так вот и дальше говорится мужчина находится под властью такой женщины бесплодно тех жизнь и несчастье ждет их на каждом шагу почему да потому что такая женщина она противоречит своей исконной природе она не способна выполнять свою изначальную функцию формы божественной энергии формы божественной шакти космической шакти понимаете вот и из-за этого и у мужчины всегда будут проблемы то есть вот подобные подобные семьи подобные дома где женщина правит рулит и управляет а у нас это ну каждый второй брак сейчас ну в кальюю это нормально сейчас все такие практически вот так подобный брак является ну считается худшим и такой брак ни к чему хорошему не приводит дальше тот чья жена безобразно лицом имеет дурное происхождение любит ссоры пусть лучше в лес удалится и густой лес густой лес будет ей дома домом и так будет для нее лучше воду сухое место и плоды отыскать такой будет всегда легче чем пребывать с такой в доме или чтобы она находилась дома обратите внимание здесь тоже очень важный элемент подчеркивается особенно подчеркивается тот чья жена безобразно лицом здесь говорится о том что женщины которые сварливые ругаются злонравные дурны дурны своим поведением сквернословь которые сквернословят злословят обижаются конфликтуют подобный вид кармы он ведет к обезображиванию лицом лица то есть если пойти с обратной стороны все у кого лицо не привлекательно это говорит о том что такой человек по своей природе зловреден да то есть злобный любит ссоры имеет дурное происхождение ну это последствия кармы то есть здесь Шри Нарайана подчеркивает что тот тот чья жена подобно Сарасвати а если рассмотреть эту историю в ракурсе бога Брахмы да именно в доме у Брахмы находится Сарасвати вот именно у Брахмы жена сварливая вот злобная любит ссоры конфликты и так далее вот вот в таком случае он говорит лучше бы она удалилась в лес и жила в лесу но это не критика друзья мы ни в коем случае не пытаемся кого-то обидеть нет согласно священным писаниям все женщины являются формами божественной матери я придерживаюсь этой точки зрения но здесь говорится о тонкостях о нюансах да то есть мы же понимаем что как бы женщина женщине рознь и одна ведет благостный образ жизни вот а другая но ведет себя как ой как бы не говорить ничего плохого как девка легкого поведения с 30 хвостами за спиной как-то так вот так дальше лучше гореть в огне или быть возле хищных зверей чем для мужчины быть в обществе порочной жены несомненно то есть жить в обществе с такой как богиня сарасвати вы знаете я вот на самом деле обращал внимание у меня почему-то вот какое-то неприятие ни брахма ни сарасвати изначально и я никогда ничего о них не рассказывал и всячески у меня были видения на самом деле связанные с брахмой вот и там действительно трудности невзирая на то что это божество великое божество тем не менее но мы будучи людьми конечно должны понимать что это все-таки величайшее божество и так или иначе вот но проблем там много много друзья мои лучше терзаться недугом или быть опаляемым ядом для мужчины оприкосноликое видеть лицо дурной дурной жены хуже смерти то есть женщина которая ведет себя подобно сарасвати сварливая злобная вот для мужчины на самом деле и кармически это так и есть да то есть лучше лучше бы он никогда не видел не слышал да и как бы в природе то мы знаем что женщины которые ведут себя таким образом ну это не дай боже мужчина попавшую мужчину попавшего под власть женщины такой горе ждет испепеляющее какое бы он не совершил какое бы дело он не совершил в течение дня обладает любая женщина даже если она в дурных кармических настроениях пребывает если она обладает плохой кармой она хочешь хочет или не хочет она утянет мужчину за собой и мужчина упадет в ад потому что женщина она всячески его подавляет энергетически то есть мы все находимся под властью женщин все вот все без исключений но есть тип женщин которые отношения с которыми прямиком ведут воды и я думаю в жизни вокруг мы наблюдали за тем как женщины которые сварливые злобные они в действительности очень сильно дискредитируя себя влияют дурно на семьи на детей на предков на родителей на все короче на все и вокруг них блин даже трава не растет так так порицаемый повсюду в этой жизни в следующем в ад он попадет лишенный славы и чести он мертв уже при жизни то есть если вот опять таки если у нас супруга обладает такими качествами то мы по сути находимся в положении когда мы мертвы уже при жизни то есть женщина должна обладать исключительно благостными качествами потому что ее благие качества являются для нас благословением и по сути вратами на небеса но если женщина не обладает такими качествами то включается обратный закон что подобная подобная женщина является путем в нижний мир дальше имеющий одну жену счастлив но не многоженец а нет нет не то точнее то но не все прочитал нет блага в том чтобы многочисленных жен соперниц содержать в одном месте имеющие одну жену счастлив но не многоженец здесь опять-таки утверждение видите в чем заключается суть если опять-таки в начале было утверждение относительно того что если с разными характерами три друга три слуги и три жены вот если так все происходит то это самый бессмысленный процесс то есть должна быть гармония иначе между друзьями между слугами между женами но у нас в нашей жизни существует только вариант с друзьями но так или иначе в традиции индуизма или там же в исламе например да эти элементы присутствуют то есть нужно обращать внимание на то чтобы ну как бы наши друзья в большей степени соответствовали друг другу вот то же то же самое касается и каких-то отношений вот потому что опять-таки с одной стороны существует такая история а в то же самое время когда Кришна пришел да он пришел в окружение огромного количества супруг вот но при этом естественно он обладая ситхами он для каждой из них проявился проявил свою форму одну да то есть у него было 16108 да если не ошибаюсь супруг при этом он построил каждое из них по дворцу каждая была царицей в своем дворце в своем по сути царстве и для каждой из них он проявился в определенной своей форме то есть он исключил возможные варианты недоразумений конфликтов и так далее ну то есть поняли да суть дальше отправляйся же ты о ганга в чертоге Шивы а ты о Сарасвати в место пребывания Брахмы то есть ганга она придя во дворец Шивы помним эту историю она упала ему на голову погасив таким таким своим движением силу своего падения о его голову и уже дальше проявилась как река спасающая да то есть она несет определенное благословение бога Шивы на себе то есть у нее проявилась связь с Шивой от его Сарасвати вместо пребывания Брахмы то есть Сарасвати ушла стала по сути супругой Брахмы но сами понимаете что когда такая жена от которой Шри Нарайана отказался отправила ее к Брахме то бедный Брахма дальше ты же оставайся здесь в моем доме это Нарайана сказал богиня Лакшми ты же оставайся здесь в моем доме о добронравная Камалая Камалалая правильно именно произносится чья жена доброго нрава верна мужу тот в этом мире обретает райские наслаждения Дхарму и освобождается от смерти чья супруга хранит ему верность тот свободен чист и счастлив и мертв при жизни нечисто не счастлив муж злонравной женщины но по сути это урок урок к чему к чему могут привести злобные негативные настроения неправильное состояние речи речь нужно обязательно контролировать казалось бы чего им не хватало на небесах вот чего не хватало понятно что в силу благословения но на самом деле друзья мои смотрите здесь еще очень важно понимать что все эти три богини они связаны с тремя центральными каналами и здесь суть такова что когда они начали ссориться на райана ушел так вот подразумевается что когда происходит разбалансировка энергии наших трех каналов а это часто происходит то ни в коем случае не нужно впадать в какие-то состояния а именно нужно побыть в спокойствии то есть прийти в состояние умиротворения и все постепенно начнет налаживаться о чем это говорит о том что ни в коем случае нельзя поддаваться движущим энергиям боковых каналов либо центрального вот и вестись на поводу надо чтобы все три энергии находились в гармонии в таком случае в таком случае будет как это сказать будет какой-то такой особый мистический духовный синтез между этими энергиями считается если рассмотреть все эти три энергии да то они соединяются в области третьего глаза и дальше идет только один канал центральный вот эта вот энергия там где они соединяются центральный канал боковые два в области третьего дальше идет только сушумно вот как бы они они после области третьего глаза они уже сливаются то есть своего рода Ну, это такие тонкие нюансы, связанные с энергиями в теле человека, как, собственно, и в духовном теле Шри Нарайны. Ну, вот такой весьма-весьма поучительный урок, дорогие друзья. Много сегодня элементов приоткрыли, прояснили для себя. Все, всем спасибо, пока-пока.